И раскол в нацагентстве по предупреждению коррупции. Двое членов НАПК потребовали отставки главы этого органа Натальи Корчак. Она уходить отказалась. Целый час члены антикоррупционного органа ссорились в присутствии телекамер. К чему они пришли и нашли ли виновных в сбое работы реестра, узнаем от Ярослава Кречко. Из своего кабинета прямо в конференц-зал Наталья Корчак собирается открыть, казалось бы, обычное заседание агентства. Но двое ее коллег идут в наступление. Поддерживает отставку Руслан Радецкий. Александр Скопич против, но взбунтовавшиеся не отступают. Глава агентства говорит о попытках дискредитации на ПК и успехах подотчетного ей департамента по борьбе с политической коррупцией. Лишь в конце добавляет, в отставку не пойдет, потому что нагоняй от правительства получила за грехи своего заместителя Радецкого. Непрофессийность этого члена национального агентства как раз приводится к тому, что мы так долго принимали порядок проведения проверки деклараций. Кто прав, кто виноват, выясняют больше часа. В итоге Радецкий и Рябошапка наотрез отказываются работать под руководством Корчак. Параллельно в Житомире уже второй раз уйти в отставку председателя на ПК призвал Владимир Гройсман. НАЗК – это независимый орган, который имеет спецстатус. Если бы я ее призначал, я бы ее уже извольнил вчера. Я не думаю, что она специально это делает. Я думаю, что она не готова к этому, чтобы руководить таким процессом. И вот, ну, надо бы это просто признать человека. А если он не признает, ну, по большому счету ставит под загрозу саму систему. Сам реестр сегодня, несмотря на публичное разбирательство в НАПК, работал. Но в связи с его нестабильностью в агентстве декларантам пообещали поблажки. Тем, кто попытался, но не смог отчитаться о доходах до 1 апреля, обещают дать больше времени. Есть у нас люди, субъекты декларования, которые заходили в реестр и нам сделали чернятку, но уже подать не смогли. То есть они оставили след в реестре. И мы будем эти логины видеть, что данный субъект заходил и работал. Есть у нас субъекты, которые вообще не смогли на сайт зайти и вообще следов нет. Поэтому мы будем этот часовый промежок назначать в решении. И данным посадовым особам надавать возможность против строку подать. Но как будет работать само агентство в формате 2 на 2 пока не совсем понятно. По крайней мере никаких коллегиальных решений там принимать очевидно не смогут. Ярослав Кричко, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер.